Здравствуйте, спасибо большое Евгения. Мне очень приятно видеть вас здесь, мне очень приятно в принципе здесь находиться, выступать и что на конференциях медицинских затрагиваются еще и околомедицинские моменты, такие как организация, здравоохранение, правовые аспекты и в том числе целая сессия по деловому этикету для меня это вообще невероятная гордость выступать перед вами на таком крупном форуме. И безусловно нас всех, пока мы учились в институтах, университетах, академиях, нас всех учили в медицинской этике и общению с пациентами, врачебной этике, но помимо этого мы, помимо нашей специальности мы еще и представляем себя как личность, свою семью, свою клинику или институт, где мы работаем. Мы выезжаем куда-то за пределы своего места, мы представляем свой город, свою страну и помимо наших профессиональных качеств мы, в любом случае, нас встречают по одежке, по тому, как мы говорим и как мы выглядим. Вот эти вот аспекты делают, создают в целом образ успешного профессионала своего дела. И вот как раз таки знание правил белородного интеллекта, а сегодня мы будем разбирать исключительно международные правила, которые в большинстве цивилизованных стран знают, это такие, знаете, системы координат свой-чужой. Безусловно, если вы не знаете, что чайная пара это пара и помимо чашки нужно брать еще блюза, конечно же, от этого вы хуже работать не станете и меньше профессионалов своего дела вы тоже не станете. Но вот эти вот тонкие нюансы, они заметны, особенно тем людям, в основном это люди старшего возраста, наверное, возраст моих родителей, которые знают эти нюансы. И со временем почему-то в воспитании немножечко снижается важность знания правил этикета. Что такое этикет, по сути? Нам всем жарко, не может быть, и нам всем многим кажется, что это нечто устаревшее. Что этикет это пережитки прошлого, что это что-то чопорное, ненужное, а ведь на самом деле это не так, ведь этикет окружает нас каждый день. Мы просыпаемся утром, мы планируем свой день, мы начинаем одеваться, то есть мы продумываем свой дресс-код в зависимости от того, куда мы идем. Затем мы выходим из дома, мы здороваемся с соседями в лифте, с консьержем, с охранником, с продавцом кофе в соседней кофейной. И это есть светский этикет и этикет общения. Затем мы попадаем или в общественный транспорт, это тоже светский этикет. Попадая на свое рабочее место, мы входим в сферу влияния делового этикета. И там мы уже не просто мужчина и женщина, а уже мы профессионалы и ведем себя соответственно правилам делового этикета. Уходя с рабочего места, мы возвращаемся в сферу влияния светского этикета. Ведь как бы это высоко и так пафосно не звучало слово светский этикет, никакого отношения, вернее не то чтобы никакого, но в повседневной жизни это не имеет отношения к каким-то раутам, королевским балам и приемам во дворцах. Нет, это все, что вне работы, это есть светский этикет. И вот встречаясь с друзьями где-то в кафе, в ресторанах, в бестро, в местах каких-нибудь фастфудов, мы используем знание столового этикета. И даже в Макдональдсе мы все равно едим определенно, в определенной манере, не позволяя себе возможно какие-то излишества. И это есть правило столового этикета. В том числе мы общаемся с людьми, которые вокруг нас, и это есть светский этикет. То есть по сути этикет каждый день вокруг нас и каждый день за один день мы перетекаем из одного в другой. И вот сегодня мы с вами будем разбирать этикет деловой. Что такое деловой этикет? Это взаимодействие между людьми в деловой сфере. То есть это все то, что окружает нас вокруг нашей профессии. И не только на нашем рабочем месте, но и когда мы являемся представителем своей организации. Вот, например, такое мероприятие, как сегодня. Здесь мы все профессионалы своего дела и все представители своих лечебных учреждений или институтов, где мы работаем. Безусловно, как бы то ни было, вы все выглядите прекрасно, но сказать об этом необходимо. Как бы там нам не хотелось этого, но встречают в любом случае по одежке. И внешний вид делает, ну, наверное, половину впечатления о человеке создает его внешний вид. А мы с вами, как представители очень благородной профессии, безусловно, должны поддерживать свой внешний вид в идеальном состоянии. И есть такие общие нюансы для всех, такие как аккуратная прическа, руки, чистая обувь, приятный запах. Вне зависимости от того, какие сутки уже пошли на работе, первый, второй или третий. Но, тем не менее, у нас у всех есть возможность принять душ и это делать необходимо. Ибо, все-таки мы работаем не в шахте, а в медицинских каких-то учреждениях. И запах – это то, что закладывается у людей на подкорке и создает о нас впечатление позже. То есть мы очень часто, нас запоминают по каким-то таким невербальным нюансам. По тому, как мы выглядим, как мы движемся, как от нас пахнет. Поэтому, конечно же, духи – да, но те из нас, кто любят яркие какие-то острые броские запахи, лучше оставить это на вечер для каких-то светских мероприятий, а для работы использовать исключительно нейтральные запахи, потому как многие из нас контактируют с пациентами, у них могут быть немного измененные восприятия, более острые восприятия запахов. И, конечно, яркие духи могут вызвать негативное впечатление. Есть еще нюансы, которые разделены по гендерному признаку. Начну я с дам, затем перейду к мужчинам. Молодые люди, не думайте, что вас это обойдет. Я сегодня затрону всех. И на работе, то есть в лечебном учреждении или вне его, попадая куда-то на конференции, когда вы являетесь представителем своей профессии, про мужчин понятно, в сандалиях вроде бы никого на конференции замечено не было, но дамам необходимо носить закрытую обувь. В любом случае, какая бы эта погода ни была, даже если это мой родной Краснодарский край, там 40 градусов плюсом, все равно для дам необходимые чулки или колготки. Это должны быть бежевые, тонкие, таких, которых не будет видно, максимальной плотностью 12 ден. Для женщин, когда мы работаем, если это медицинский костюм с юбкой, или же это платье-халат, длина его должна быть ладонь вокруг колена. То есть у нас у всех разные фигуры, кому-то идет пониже, кому-то идет повыше, но тем не менее не выше, чем ладонь над коленом и не ниже, чем ладонь под коленом. Это всегда аккуратные руки, всегда маникюр. Благо, санпины нам запрещают делать вот эти вот длинные расписные с объемными цветами, какие-то безумные ногти, но тем не менее всегда маникюр должен быть. Макияж у женщин всегда он также должен быть. Конечно же, это не какая-нибудь завоевательница перед брачным периодом, но тем не менее макияж аккуратный, опрятный. Это говорит о том, что вы следите за собой. Декольте. Также важная часть. Многие дамы любят и многим дамам формы позволяют носить декольте глубокий, это выглядит красиво, но рабочий процесс, вообще деловой этикет, этикет – это больше про экономию времени, и все делается по сути ради экономии времени, а отвлечение на какие-то сексуальные нюансы – это отвлечение времени, то есть трата времени на нерабочие нюансы. Поэтому декольте у дамы должно быть не глубже линии подмышек. И если вы находитесь где-то на таком мероприятии, как сегодня, вы надеваете блузку без пиджака, то она должна обязательно закрывать подмышки. Если вы хотите надеть блузку без рукавов, то поверх нужно накинуть жакет. Мужчины? Или нет? Нет. Еще немножечко про женщин. Аксессуары. Точно так же сегодня нам предлагают огромное количество различных украшений, броских, ярких, всевозможных, разных, но тем не менее существует понятие деловых украшений и украшений, которые мы можем носить вне работы. И вот аксессуары деловые – это лаконичные, не брончащие, не звенящие. Это не какие-то очень яркие, крупные драгоценности, которые необходимо оставлять для вечера. Часы на сегодняшний день также являются аксессуаром и украшением. И вот эти все часы, которые с браслетами металлическими, с какими-то подвесками, их тоже лучше оставить для какого-то светского выхода. Существует правило трех украшений в деловой жизни и 13 украшений в светской. И вот в эти три входят серьги, кольцо и цепочка. 13 украшений, вы можете сказать, что, о боже, это так много, но 13 украшений включают в себя какие-то замысловатые пуговицы, если таковые есть, то есть какие-то контрастные пуговицы на блузках или же на жакетах, и какие-то шпильки или заколки для волос. То есть, в общем, все, что выделяется на вас, все, что заметно невооруженным взглядом является аксессуаром, и их должно быть не более 13 штук. Про макияж проговорили, теперь мужчины, ваша очередь. Итак, под пиджак мужчины носят только рубашки с длинным рукавом. Рубашки с короб... Это имеется в виду не те, в которых можно выйти на пляж или прогуляться по городу, это именно классические сорочки. Рубашки с коротким рукавом – это удел обслуживающего персонала, и под рубашкой должен всегда выглядывать манжет, под, вернее, пиджаком должен всегда проступать манжет рубашки. Галстуки, если вы их носите, должны быть или темнее, вернее, темнее рубашки и светлее пиджака, или работать на контрасте. Ну, безусловно, каких-то гавайских цветов на деловых мероприятиях также быть не должно. Длина. Может быть, это покажется смешным, но тем не менее, такие ситуации иногда встречаются. Галстук не заправляется в брюки, и длина галстука до середины пряжки ремня. И носки. Носки являются продолжением вашей ноги, продолжением штанины, и подбираются под цвет брюк. Так, вроде бы с мужчинами разобрались. Вообще, что такое деловой этикет? Все, что включает в себя деловой этикет, это эффективная коммуникация. Это важный компонент личностного и профессионального успеха. И эффективная коммуникация – это не только умение говорить, но и умение слушать. Это умение ощущать настроение других людей. Мы должны взаимодействовать не только на благо себя, но и ради взаимовыгодного общения. Это не манипулирование человеком, это достижение взаимовыгодных целей. В результате эффективной коммуникации, той, которой мы стараемся достигнуть в рамках нашей профессиональной деятельности, обе стороны должны получить какую-то выгоду, то есть что-то приобрести. Есть две огромные разницы между деловым этикетом и светским этикетом. И вот данная шкала, она как раз-таки показывает вот эту разницу. В деловом мире самым важным и то, к чему направлен весь вектор уважения, является статус. Чем выше статус человека, тем больше уважения и знаков внимания ему оказывается. В светской же жизни все совершенно наоборот. И самым важным в светской жизни является гендер, то есть женский пол заслуживает наибольшего внимания. Весь вектор уважения, ухаживания направлен в сторону дамы, и это далеко не обозначает, что это флирт. Нет, это проявление уважения к женщине, потому что в светской жизни женщина является самым важным объектом, заслуживающим внимания. На второй строчке и в светской, и в деловой жизни всегда является возраст. И безусловно старшие поколения, это не разница в 2-3 года, конечно же, это вот 10 лет и более, то есть условно разница в поколении. И человек старший будет заслуживать наибольшего уважения. И затем уже вот где-то потом-потом в деловой жизни будет гендерное различие. Сейчас мы поговорим чуть позже о том, к чему это можно применить. Вообще, когда мы приходим на встречу или попадаем куда-то в рамках деловой жизни, мы хотим видеть именно даму и кавалера. Мужчина и женщина – это та анатомическая разница, которая наградила нас природа. Дама и кавалер – это то, что воспитали в нас наши родители, социум вокруг нас, мы сами в себе развиваем. То есть мы развиваем себя и становимся именно дамами и кавалерами. Каждый из нас хочет встречаться, общаться и иметь дело с профессионалами. И вот как мы ранее уже говорили, об успешности каждого из нас, помимо наших профессиональных качеств, до того, как мы узнаем о профессионализме друг друга, все-таки будет говорить наш внешний вид. И его опрятность и аккуратность будет играть исключительно вам на пользу. И, безусловно, каждый из нас, как мы уже говорили, является представителем своей компании, своей семьи, своего города и своей страны. И выходя, скажем так, на арену профессиональной деятельности, мы несем на своих плечах груз ответственности за вот эти все пункты и представляем себя, свою фамилию, своих родителей, место, где мы работаем, руководителя, который взял нас на работу, свой город и свою страну. То есть у нас такая достаточно большая ответственность. И нужно осознавать этот нюанс, когда вы выходите куда-то за пределы своего привычного вам коллектива, где вас знают как грамотных специалистов, как хороших людей. И люди, которые вас первый раз видят или видят вас редко, они воспринимают вас как вот те все пункты. Когда мы представляем себя, если вас некому представить, вам необходимо сказать о себе самостоятельно. Мы всегда представляемся или по имени-отчеству, или по имени и фамилии. Это зависит от того, как вы хотите, чтобы к вам обращались и как вы себя позиционируете. Мы всегда озвучиваем род деятельности, сферу деятельности, свою профессию и место нашей работы. Если это за пределами вашего города, то, конечно же, вы говорите, откуда вы приехали. Вот теперь мы вспоминаем вот ту шкалу важности, скажем так, которую мы ранее разобрали. И всегда здоровается первый младший по статусу. То есть мы проявляем уважение к людям старшим по статусу и приветствуем их первым. А руку для рукопожатия, так как это телесный контакт, это более близкое общение, первым протягивает старший по статусу. То есть условно подчиненный руководителю клиники не может протянуть руку для рукопожатия. Но есть один нюанс, когда кто-то входит в помещение, где собралось уже некоторое количество людей, вне зависимости от его статуса он всегда должен поприветствовать людей, которые находятся в зале. Когда нам нужно, это мы уже с вами обсудили, когда нам нужно представить друг другу нескольких человек, когда мы являемся связующим звеном, мы точно так же вспоминаем вот ту вот градацию важности. И старшему по статусу, так как он наиболее уважаемый, наиболее важный, мы представляем младшего по статусу. Обязательно мы озвучиваем людям некую аннотацию друг о друге. Если у нас одинаковый статус, условно мы знакомим между собой двух руководителей различных подразделений. Мы вспоминаем второй подпункт, это возраст. И если есть кто-то сильно старше по возрасту, условно, там на поколение и более, мы к нему будем проявлять наибольшее уважение, ему будем представлять человека младшего по возрасту. Уж если совсем все сложно, два руководителя различных подразделений оба вокруг 40 лет, женщина-мужчина, то к женщине будет проявляться наибольшее уважение. И самая сложная ситуация, когда у нас условно два руководителя вокруг 40 лет и оба мужчины, мы вспоминаем, кого из этих людей мы знаем больше, а кого меньше. То есть, например, если один из них руководитель нашего подразделения, а другой человек из сторонней организации, то он как бы новый человек в данном обществе. И для того, чтобы ему было комфортнее, для того, чтобы проявить к нему наибольшее уважение, мы менее знакомому нам человеку будем представлять более знакомому. И вот, когда вы озвучили имя, фамилию или имя, отчество, фамилию, как принято в вашем организации или как того заслуживает статус и возраст человека, мы обязательно даем людям некую аннотацию. То есть мы рассказываем об их роде деятельности, о месте, где они работают, возможно, о городе или стране, из которой этот человек приехал. Для чего? Вы, возможно, будете являться связующим звеном не только в этой компании, но и в нескольких последующих. И когда вы отойдете от вот этого общества, людям нужно будет общаться. И, по сути, подобные мероприятия, конференции, форумы, они созданы как для обучения, так и для приобретения новых знакомств. И вот чтобы люди запоминали друг друга. Ведь, скорее всего, ну, наверное, большинство из вас, из нас при первой встрече не запоминают имена, а тем более имена отчества друг друга. Особенно, когда это встречи международного уровня, когда большое количество различных имен, фамилий, и этот круговорот каждый день запомнить сразу же имя отчества или имя, фамилию сложно. Но, давая вот эту некую аннотацию, вы дадите людям ту информацию, которая запомнится, то есть в большей степени, нежели чем имя отчества. И затем, даже если вы забыли, как зовут этого человека, вы абсолютно комфортны, и это, кстати, абсолютно приемлемо, переспросить, как его зовут, но вы можете сделать это несколько хитро. Вы можете сказать, что вы знаете, я так увлекся там рассказом о вашей профессиональной деятельности и совершенно забыл, как вас зовут. То есть какие-то вот где-то шепотом спрашивать тихонько, а вот как его зовут, вот я там забыл, это менее корректно и выглядит гораздо менее красиво, нежели чем переспросить у человека его фамилию и имя. Дальше мы с вами, это касается мужчин, когда вы подходите к группе из нескольких человек, если вы пожимаете руку кому-то одному, то необходимо это сделать абсолютно со всеми присутствующими. Если же вы не здороваетесь через рукопожатие, тогда вы не здороваетесь ни с кем, для того, чтобы никого не выделять и не принижать чей-то статус. Если вы сидите за столом у вас на вашем рабочем месте и в кабинет входит ваш руководитель, необходимо обязательно встать и его поприветствовать. Но если подобные визиты продолжаются затем в течение дня несколько раз, вам не нужно вскакивать постоянно. Но если ваш руководитель вернулся с какой-то делегацией, с гостем, с каким-то новым человеком, вы также должны проявить уважение к вашему начальнику и его сопровождающим и встать и поприветствовать вошедших. Существует понимание уважения человека взглядом. И есть зона нашего тела, которая попадает под уважительную, и есть зона, которая не попадает. То есть зона между лбом и носом является приемлемой для того, чтобы смотреть в эту область, когда мы общаемся. Вообще мы приблизительно 50-60% времени смотрим на человека во время диалога. Более пристальное внимание уже будет восприниматься не так комфортно вашим собеседникам. И, безусловно, рассматривание с ног до головы или изучение, то есть заострение взглядов на каких-то нюансах, также будет восприниматься некомфортно вашим собеседникам. Также существует правило уважения пространства. И комфортное, приемлемое, такое усредненное пространство – это две вытянутые руки для рукопожатия. Это нормальная дистанция, которая позволяет каждому из собеседников чувствовать себя комфортно. Когда вы находитесь внутри своего коллектива, который уже к вам привык, вы к ним привыкли, эта дистанция может сохраняться, но меньше, чем одна согнутая рука уже является личным пространством. И заходить в ее зону или нет – это уже такое взаимодействие между двумя людьми, но вот комфортная дистанция – это примерно вот две такие протянутые руки. Взаимодействие, когда вы попадаете куда-то – это также правило уважения времени и правило уважения пространства. Когда вы приходите на встречу, у вас существуют два варианта. Когда кому-то, вернее, в кабинет, когда существует ассистент или секретарь, и когда его нет. Стучаться, если дверь открыта, мы никогда не стучимся в дверной косяк. Я, ну, наверное, многие из вас сталкивались, когда вот в открытую дверь люди стучатся. Это такая псевдовежливость, и вы можете не пользоваться данным приемом. Если дверь открыта, то вы в нее проходите. Если присутствует секретарь, вы обозначаете себя, как у вас фамилия, имя, имя, отчество, насколько вам назначена встреча. Если же секретаря нет, вы или стучите, или проходите, да, то есть если дверь закрыта, вы стучите, если нет, то вы проходите, и также обозначаете себя, кто вы, насколько вам назначена встреча. Когда мы приходим к человеку в кабинет, мы никогда самостоятельно не выбираем место, на которое нам присесть. Нам, условно, хозяин кабинета самостоятельно подскажет, где удобнее будет провести с вами встречу, потому что кабинеты бывают разные, и градус встречи также бывает разный, может быть, это более официальная обстановка или менее, и только от хозяина кабинета будет зависеть, как он хочет провести с вами встречу. То есть он вас посадит или напротив себя, или, возможно, там на кресло, рядом с собой. То есть он вам укажет место, куда удобнее вам присесть. Никогда не ставьте свои вещи на стол между собой и вашим оппонентом, для того, чтобы чисто психологически не создавать барьеров. То есть, конечно, если это какие-то бумаги, документы, вы можете положить свою папку, но что-то большее в виде ноутбука, портфеля мы между собой и человеком не ставим. Критика. Это одна из таких наиболее важных взаимодействий между представителями профессиональной сферы. И критика, в отличие от восприятия очень многих людей, это благо-намерение. Критика – это желание добра. Она должна созидать, а не уничтожать. Критика существует для того, чтобы человек развивался, для того, чтобы он был более… чтобы его действия и поведение внутри его профессиональной сферы были более грамотными. И критика уважает человека. Если вы хотите кого-то покритиковать, необходимо это делать уважительно. Желательно делать это наедине, в отличие от многих руководителей, которые начинают критиковать своих подчиненных прилюдно. На самом деле, кроме смысла о том, что это будет уроком для всех остальных, на самом деле это совершенно не так, это не является никаким уроком. И кроме снижения статуса руководителя, который высказывает это прилюдно, и снижение статуса того, кого критикуют, больше никакого эффекта от этого не получается. Критика должна происходить наедине, желательно цензурно, но там уже кто… в зависимости от градуса и степени ошибки, которая произошла. И прежде чем покритиковать человека, подумайте, желаю ли я ему добра, хочу ли я, чтобы он развивался, я хочу, чтобы ему работалось легче. Если да, вперед. И никогда не… в профессиональной сфере никогда не может подвергаться критике личное пространство. Условно, если человек совершает в своей личной жизни, то есть вне рабочих стен, какие-то действия, порочащие его образ как профессионала, как специалиста, как представителя своей клиники, безусловно, вы можете это ему сказать. Но если вам, грубо говоря, не нравится цвет его ногтей, когда он уезжает в отпуск, вот это сфера личного пространства, которая не может подвергаться критике в деловой атмосфере. Также существует правило уважения времени. Время – это единственное, наверное, невосполнимое, такой невосполнимый ресурс, это самая ценная, дорогая, точнее даже бесценная валюта, и пустая трата времени, а к правилу уважения времени является отсутствие опозданий или хотя бы старание, чтобы этих опозданий не было, мы должны экономить время друг друга и уважать время друг друга. И вот как раз-таки опоздание. Это такой, наверное, один из самых больших проблем, в принципе, работающих людей. Если вы понимаете, что опоздание неизбежно, ну вот всё, вариантов нет, вы в любом случае опаздываете, как бы вы ни стараетесь, обязательно необходимо позвонить и предупредить о том, что вы опаздываете. Обязательно спросить, имеет ли смысл, если эта встреча какая-то условно на час, на 40 минут, на 15 минут, вы обязательно должны спросить, обладает ли человек с запасом времени, если вы там опаздываете на 20 минут, спросите, если я опоздаю на 20 минут, есть ли смысл нам встречаться? Или может быть для того, чтобы всё-таки встреча прошла эффективно, необходимо её перенести? Если да, всё нормально, человек вас ждёт, вы встречаетесь, вы, приходя на встречу, уже опоздав, извиняетесь однажды, никаких тысячи извинений в начале, в середине и в конце не нужно, один раз извинитесь. И обязательно кратко объясните, по какой причине вы опоздали. Но вот тут есть ужасная в скобках фраза «можно придумать», это говорить этого не стоит, но это действительно так, если причина вашего опоздания не веская, например, условно проспал, глаз накрасился криво, рубашка там что-нибудь не догладилась, то есть какие-то вот наши личные нюансы, связанные вот с какими-то нашими просчётами, то лучше об этом не говорить. Придумайте что-нибудь, какую-нибудь пробку, аварию на дороге, то есть какую-то более вескую причину, которая действительно могла бы повлиять на ваше опоздание, а не ваши личные будильники и какие-то сборы. Есть ещё вариант опоздания на встречу, когда на совещание, на собеседование куда-то вы опаздываете, на собрание вы опаздываете. И тут есть два варианта, когда вы приходите, условно вам на три часа у вас назначена встреча, вы приходите к кабинету в три часа и понимаете, что люди спокойно перемещаются, процесс собрания ещё не начался. Вы заходите, находите глазами руководителя или того человека, который ведёт данное собрание, здороваетесь, извиняетесь и просите разрешения войти. Если же, подходя к кабинету, вы понимаете, что уже всё началось, что-то какая-то речь или что-то уже происходит, вы заходите молча, глазами, только глазами, находите того же самого руководителя, киваете ему, условно говоря, здравствуйте, могу ли я войти? Он вам отвечает, да, вы молча проходите, не извиняетесь, ничего не говорите в этот момент для того, чтобы своим появлением не отвлекать на себя внимание. Потому как в любом случае люди слушают или говорят, вы как вновь появившийся движущийся объект привлекаете к себе внимание. Этого делать не стоит, вернее, стоит минимизировать это внимание и молча кивнули и зашли. Все извинения будут потом, все извинения и объяснения потом. Опоздание – это инструмент манипуляции, и об этом тоже нужно знать. И если вы понимаете, оцениваете риски, то вы можете им пользоваться. Если статус встречающийся равен, то это невозможно. Если же вы всё-таки хотите использовать этот инструмент, вы должны понимать, что это игра ва-банк, потому как любое опоздание – это снижение статуса вашего оппонента. Вы можете сделать это умышленно, можете сыграть на этом, но вы должны отдавать себе отчёт, что человек, на встречу к которому вы опаздываете, может не дождаться вас и уйти, или ваше взаимодействие с ним не будет эффективным, или его не будет вообще. Поэтому осознанное понижение статуса человека возможно при помощи опоздания. Но вы должны оценивать риск от данного действия. У нас следующие будут… Мы поговорим об электронной почте, о телефонной коммуникации, потому как телефон, почта, ватсап, сообщения, они занимают достаточно большое место в нашей профессиональной деятельности, большое количество общения происходит по каким-то электронным коммуникациям. Начнём мы, наверное, с электронной почты. У нас уже время, да? А, 10 минут ещё. Вот, значит, когда мы отправляем электронное письмо, тема придумана не просто так, мы обязательно пишем тему, в теме, тему письма. И тема письма – это краткое, очень краткое, буквально там 2-3-4 слова содержание вашего послания. Когда вы отвечаете на письма, никогда не меняйте тему, потому как почтовые ящики при сохранении одной темы сохраняют единый блок переписки. И когда вы стираете тему и пишете её заново, вы отправляете новое письмо. Для того, чтобы сохранять полностью чат, сохраняйте тему. То есть у вас перед темой будут появляться какие-то значки, в зависимости от почтового ящика они будут различны, но, тем не менее, будет единый блок переписки. Обязательно начинайте своё письмо с приветствия и избегайте фразы «доброго времени суток». Это неверно ни по правилам построения письма, ни по правилам русского языка, потому как «доброго времени суток» – это пожелание, а не приветствие. У нас есть «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». Если вы не знаете, какой у человека часовой пояс или когда он прочтёт, у нас есть универсальное «здравствуйте» или «приветствую вас», вы можете обойтись этими словами. «Доброго времени суток» – это не фраза для того, чтобы с неё начинать приветствие. Существуют официальные обращения – это «господин», «госпожа», «уважаемый профессор», «доктор» и так далее. Затем мы добавляем имя, фамилию, имя, отчество в зависимости от того, как принято обращаться к данному человеку. И старайтесь даже, если вы хотите о чём-то попросить, то есть если вы хотите что-то получить из этого письма, скажем так, делайте это с уважением к оппоненту. То есть «позвольте попросить вас» или «мы хотели бы предложить вам» то есть какую-то более уважительную форму для просьбы. Если переписка происходит не первый раз за день, точно так же и каждое письмо стоит начинать с приветствия и начинайте свой ответ с краткого вопроса, скажем так, «как и договаривались, отправляю вам» или «отвечая на вас вопрос, говорю то-то, то-то», потому что у человека может быть большое количество писем за день и они могут переплетаться друг с другом. Для того, чтобы быстро сориентироваться по теме письма, сохраняйте, отвечайте, начало ответа формулируйте с вопроса. Письмо должно быть опрятным, лёгким к прочтению и лаконичным. Отступы, перечисления, маркирование списка, использование одной мысли в один абзац, то есть мы оформляем каждую мысль в отдельный абзац. И не выделяйте жирным шрифтом более 10% текста, потому как людьми воспринимается жирный шрифт как повышение голоса, то есть заострение внимания. И если это будет больше, у вас получится всё письмо, как некий крик, поэтому старайтесь только самые важные нюансы выделять жирным шрифтом. Суть послания, если письмо длинное, стоит формулировать дважды, в начале и в конце, для того, чтобы в течение прочтения человек не терял мысль, не терял суть вашего письма. Если вы не знаете, что принято у данного человека или в данной организации употреблять смайлы, лучше ими не пользоваться. В WhatsApp более такая свободная зона для общения, и там более уместно использование каких-то смайликов. Мы многие выражаем свои эмоции при помощи смайлов, но тем не менее, если вы не знаете, что это принято, лучше этого не делать. И сокращение употреблять стоит только в том случае, если вы на 100% уверены, что вас поймут. Ответы на поставленные вопросы в письме лучше формировать в том же порядке, в котором они были заданы. В конце письма мы добавляем некую формулу вежливости в виде всего доброго. Вот это как раз-таки в конце мы можем добавить формулу пожелания всего доброго, доброго дня, всего хорошего. И мы оставляем свои контактные, то есть свои фамилии, имя, отчество, должность, контактные данные для того, чтобы человеку было комфортно и ответить вам. И сегодня, благо, нам почтовые ящики позволяют сделать это такой уже шаблоном, который будет вставляться автоматически. На почту принято, на деловую почту принято отвечать не более, в течение не более чем 3 дня. То есть даже если у вас нет ответа на поставленный вопрос, то в течение 3 дней вы должны написать, на данный момент я не имею возможности вам ответить окончательно, но в течение условно недели я уточню этот момент и вам обязательно отвечу. Для того, чтобы человек примерно, чтобы он понимал, что вы прочли его письмо, что оно до вас доставлено, и что вы работаете над решением его вопроса. Не стоит передавать какие-то негативные новости по электронной почте, так как, когда мы говорим о каких-то негативных моментах, очень важными являются невербальные знаки, которые по переписке мы не можем никак проявить, то есть наше выражение лица, интонация, с которой мы это говорим. Поэтому какие-то негативные сообщения лучше передавать лично или хотя бы по телефону. Визитные карточки. Это в профессиональной сфере, они являются лицом каждого из нас, и составляться и передаваться должны в соответствии с правилами уважения самого себя и друг друга. Были, наверное, нюансы, когда в нашей стране они только входили, это такой период 90-х, когда визитные карточки некие особо такие интересные люди составляли большего размера, меньшего, с какими-то иной формой для того, чтобы визитная карточка выделялась из всех остальных. Но на сегодняшний день мы так с вами не делаем, у нас есть стандартный размер, она должна поместиться в визитницу, желательно горизонтальное ориентирование для более удобного прочтения текста, визитная карточка должна быть лаконичной, если, конечно, вы не флорист, декоратор, какой-нибудь представитель невероятно яркой творческой профессии, то хотелось бы гладкий светлый фон с контрастным, понятным читабельным шрифтом. Все вот художественные шрифты лучше оставить людям творческих профессий. Обязательно логотип компании, название компании, ваши фамилии, имя, отчество, место работы, должность, контактные данные. Обратная сторона визитки должна быть всегда чистой. Если вам необходимо сделать визитку на иностранном языке, это должна быть отдельная визитка. Двусторонние визитки на русском и английском – это моветон. И обратная сторона остается чистой как раз таки для того, чтобы в конце встречи при необходимости, возможно, если на визитке указан ваш рабочий телефон или ваша рабочая почта, если встреча прошла в приятной для вас манере и вы хотели бы оставить свои личные контактные данные, вы можете записать на обратной стороне своей визитки свой личный номер телефона или личную почту. На обратной стороне имеет право писать только хозяин визитки, потому как визитная карточка является лицом и представлением своего хозяина. Также на обратной стороне мы можем написать время, в которое вам удобно звонить или ваше расписание, то есть приблизительно ваши рабочие дни и дни, когда вы не принимаете ни звонки, ни электронную почту по каким-то профессиональным моментам. Есть правила обмена визитками, в некоторых странах это целый ритуал, в Японии, в Сингапуре визитки принято давать двумя руками с небольшим поклоном, это целый ритуал. У нас в европейских странах, в России принято визитку давать правой рукой и обязательно, желательно располагать ее в своей визитнице так, чтобы вытаскивая из нее в визитную карточку, мы могли дать ее текстом к человеку, для того, чтобы взяв визитку, наш оппонент мог прочесть ваши хотя бы фамилию, имя, отчество, потому как опять же у нас огромное количество различных имен и фамилий и какие-то проще запоминаются и читаются, в каких-то возможно допустить ошибку и когда вы берете визитку, сразу же читаете фамилию, имя человека и допускаете в ней ошибку, вас тут же исправляют и это допустимо, это нормально, вы не можете правильно произносить абсолютно все имена, но когда это совершается уже позже, это может несколько обидеть того человека, к которому вы обратились неверно. Поэтому обязательно, приняв визитку, прочитайте вслух фамилию, имя, отчество и когда вы даете свою визитку, также лучше озвучить свои фамилию, имя, отчество для того, чтобы человеку было проще воспринимать это. Не кладите визитку сразу в карман или в ежедневник, если вы встречаетесь за столом, то есть если вам есть куда ее положить на поверхность, лучше оставьте ее на столе до конца встречи для того, чтобы если вы забыли имя, вы могли бы обратиться к визитке и это нормально, потому что она будет работать у вас как шпаргалка. Конечно, если это стоя, то есть какой-то фуршет или просто вы где-то прогуливаясь между конференц-залами обменялись визитками, конечно, мы убираем ее в ежедневник или в карман. По той самой градации статусов существует также понимание, в какой последовательности мы должны обмениваться визитками, и младший по статусу протягивает визитку первым, но он никогда не имеет права просить визитку у человека старшего его по статусу. То есть условно руководитель или профессор, доктор наук сам будет решать, дать вам свою визитку или не дать. Но вы, если она у вас имеется, если ваш статус ниже, должны ее протянуть первым. При равных статусах встречающегося, первый протягивает визитку младший по статусу. Если же вы являетесь принимающей стороной, то есть если у вас есть гости, на ваше рабочее место приехала какая-то делегация, то вы, как принимающая сторона, протягиваете визитку первыми, потому как мы проявляем уважение к гостям нашей организации. Если в переговорах, в собрании участвует более семи человек, принято раскладывать визитки на столе до начала совещания, для того чтобы людям было удобней обращаться к этим визиткам. И желательно, вы же примерно представляете, в каком последовательности вы будете рассаживать своих гостей вот в той же последовательности и раскладывать визитки, для того чтобы людям было комфортно к ним обращаться в течение встречи. Если же встреча происходит не за столом, и если в ней участвуют менее семи человек, то принято или в начале встречи обмениваться визитками, или по окончанию ее. Телефон. Это такой, наверное, бич сегодняшнего дня, он с нами везде. Мы ходим с ними в туалетные комнаты, едим, работаем, телефон у нас всегда перед собой, соцсети, ватсап, звонки, бесконечный поток какой-то информации по телефону. Но когда вы встречаетесь с человеком, если это встреча вдвоем, если это совещание, если это во встрече участвует несколько человек, не держите телефон на столе. Потому как даже если вы выключите звук, все равно какие-то моргающие уведомления будут отвлекать и вас, и ваших оппонентов от темы вашей беседы. Если же все-таки необходимость такая присутствует, то режим должен быть не вибро, подпрыгивающий телефон в течение встречи, мягко говоря, будет отвлекать вас от судья разговора, он должен быть только без звука. Когда вы поднимаете трубку при ком-то, то есть когда вы отвечаете на звонок при ком-то, вы ставите людей, которые присутствуют с вами в одной аудитории в статус подслушивающих. И далеко не факт, что они хотят такими быть. Поэтому если все-таки вы отвечаете на звонок, говорить стоит крайне лаконично для того, чтобы окружающие не понимали суть вашего разговора. Точно так же, когда вам необходимо поставить телефон на громкую связь, необходимо предупредить об этом того, кто находится на другой стороне, скажем так, телефона и не знает о том, что его слушает вся аудитория. И есть еще такой нюанс, когда вы поднимаете трубку, вы автоматически человека, который на звонящего ставите его статус, показываете, что его статус выше, чем тот, кто сидит перед вами. Если же вы не берете трубку, то статус сидящего перед вами человека выше, чем статус звонящего. И это тоже нужно осознавать. Если же вам необходимо взять трубку, вы должны извиниться перед человеком, который сидит перед вами, сказать, что вам необходимо ответить на звонок и только потом отвечать. Это проявление элементарного уважения и, безусловно, ситуации могут быть разные. Вам может звонить руководитель, какая-то экстренная ситуация, и вам необходимо ответить. Но, тем не менее, извиниться стоит. Когда мы звоним кому-то, невежливо звонит более 5-6 гудков, считается, что если человек уже за это время не взял трубку, то он уже все, вот он ее точно не возьмет. И дальше продолжать звонок будет навязчивым и, возможно, будет отвлекать того, кому вы звоните. Наш голос – это индикатор эмоций. Если вы хотите задать тон вашему разговору приятный, то и голос ваш должен быть таковым. То есть мы все равно транслируем через интонацию настроение, с которой мы хотим провести разговор. Обязательно представляйтесь, когда вы звоните. Конечно, если это ваш коллега, с которым вы работаете каждый день, и ваш номер у него точно записан, то можно и не представляться. Но если это человек, которому вы звоните редко, лучше представиться, потому как телефоны меняются, записные книжки удаляются, для того чтобы он не думал, кто же ему звонит, не анализировав вашу речь, вспоминая ваше имя, лучше представиться сразу. Уважайте личное время и не стоит звонить человеку вне его рабочего времени и в его выходные. Именно поэтому существует обратная сторона визиток, на которой вы можете попросить того, с кем вы встречаетесь, уточнить время, удобное для звонков. Потому как у всех графики разные, кто-то работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, у кого-то с 8 до 2 и не более, суббота, воскресенье это табу. И вот для того, чтобы не отвлекать человека в его личное время своими звонками или сообщениями, лучше уточнить заранее время, в которое удобно звонить. Отвечая на звонок, мы об этом поговорили, да, о том, что мы даем понять, что приоритет за звонящим. И есть удобные такие правила, пользуясь которыми мы можем не ставить себя в неловкую ситуацию. Тот, кто звонил, тот и заканчивает разговор. У нас с вами заканчивается время, мы можем продолжить без перерыва, можем сделать перерыв, ибо тут очень жарко. Как вы считаете? Как вам комфортнее? Мы можем продолжить. Продолжить? Хорошо, давайте тогда продолжим. Итак, тот, кто начал разговор, тот его и заканчивает. Но если статус того, кому вы звоните выше, он имеет право прервать разговор первым. Когда у нас по каким-то нюансам связи связь прерывается, потом мы начинаем друг другу перезванивать. И очень часто натыкаемся на то, что мы звоним, занято, человек нам звонит, у нас тоже занято, и начинается вот эта куча перезвонов. Для того, чтобы таких неудобных моментов не было, если связь прервалась, перезванивает тот, кто совершил первый звонок. Все. Конечно, знать об этом будете только вы и еще небольшое количество людей. Но мы делаем мир лучше, начиная с себя и своего окружения. Поэтому, если мы будем делиться этой информацией, она будет распространяться все дальше и дальше, и людей, кто это будет знать, будет больше. Первый блок нашей встречи закончен. Или перерыв, или... Продолжаем. Или вопросы? Да, конечно. Если вам врачом болит больше, это как правило? Его статус таков, что вам необходимо... Нет, он делать этого не то чтобы не должен, нежелательно, если ситуация не какая-то экстренная и критическая. Но тем не менее, если он это делает, его статус выше. Если вы работаете подчиненным, тогда вы обязаны ответить на звонок. Тут уже... Мы же не можем воспитать всех людей вокруг себя, поэтому... Ситуация такова, что статус данной ситуации обязывает ответить. Еще? Все. Ну что, вторую сразу часть? Да? Если... Я нет. А вы? Все. Тогда можно... Могу я вас попросить включить вторую часть? Вторая часть будет более легкая, скажем так. Мы поговорим не только о нюансах делового этикета, но и о тех светских моментах, которые мы в любом случае применяем во время деловых встреч. И начнем мы с ведения беседы. Светская беседа – это целое искусство, и правильно вести светскую беседу умеет далеко не каждый. И когда мы встречаемся на каких-то галоужинах после конференций, на кофебрейках, каких-то бизнес-ланчах, помимо нашей профессиональной деятельности мы должны обсуждать еще что-то. И вот понимание того, как выстраивать светскую беседу, как раз-таки будет говорить о вас как о разностороннем, интеллектуально разнообразно развитом человеке. Существует... Начать мне хочется с табуированных тем, которые поднимать не стоит ни в каком случае, то есть ни во время вашего профессионального диалога, ни во время диалога на свободную тему. Табуированные темы – это те темы, которые вызывают споры, могут затронуть что-то личное, вызвать какие-то жаркие обсуждения, поднятие... а? Да, драку, поднятие градуса встречи. То есть это то, что вот у нас очень глубоко в нашем понимании сидит, и вряд ли наш собеседник сможет изменить наше мнение в данном аспекте. Это политика, религия, здоровье. Причем под темой здоровья подразумевается не только наличие или отсутствие у нас каких-то заболеваний, у нас или у наших родственников. Об этом мы, безусловно, не говорим, если вы не на приеме у врача. А еще и наши предпочтения, такие как пищевые привычки от кастома, от алкоголя, сигарет, веганство, сыроедение, какие-то вот эти нюансы в обществе с незнакомыми или с малознакомыми людьми обсуждать не принято. Конечно, этикет – это не абсурд, и когда вы находите со своими друзьями, с близкими людьми, вы можете говорить о чем угодно, спорить, драться, кричать, использовать нецензурные выражения. Это уже ваше личное пространство, в котором, наверное, рулят не правила этикета, а именно ваши личные какие-то правила. Поэтому там вы можете говорить и делать все, что угодно. Но если это малознакомые люди, то вот данные темы мы не обсуждаем. Также в табуированные темы входят трагичные события, то есть какие-то ситуации мирового масштаба, случившиеся у вас в городе, где-то в других районах, это какие-то катастрофы. Во-первых, это, в принципе, тема трагичная, она никак не настроена на позитив. А еще мы не знаем, не застроим ли мы что-то личное у вашего собеседника. Мы же не знаем, какие события происходили в его жизни с его родственниками, с его друзьями, может быть, в какой-то аналогичной ситуации пострадал кто-то из его знакомых. Поэтому, чтобы не напоминать человеку о каких-то трагедиях в его жизни, мы просто вообще, в принципе, трагедии не затрагиваем. И негативно высказываться о своей работе, о своем работодателе, о городе, где вы живете, о руководстве этого города, руководстве своей страны также не принято с малознакомыми людьми. Обсуждайте со своими друзьями все, что хотите. Но когда вы являетесь представителем своей компании, представителем своей профессии или своей страны, вы должны говорить о ней или хорошо, или никак. Все негативные обсуждения оставляйте для каких-то очень узких кругов. Существует условно табуированная тема – это семья и семейное положение. Тут вопрос в том, чтобы также не затронуть ничьи чувства. Вы можете быть родителями, счастливыми в браке, чудесных детей, счастливыми мужами и женами, но когда вы говорите об этом своему собеседнику, если вы не знаете наверняка, что в этой сфере у него все хорошо, все сложилось или ему нравится то, как он живет, лучше это не затрагивать. Потому как вы можете рассказывать о своих чудесных троих детях, а условно женщина, с которой вы общаетесь, сделала уже третье ЭКО или вчера подала на развод, или еще какие-то нюансы. То есть для того, чтобы своим рассказом о своем счастье никого не заставить вспомнить какие-то свои негативные нюансы, мы просто об этом не говорим. Дальше у нас будет… Я много чего сказала, чего говорить нельзя. Может быть, у кого-то из вас возник вопрос, так о чем же говорить? Мы же все обсуждаем наши диеты, наши какие-то нюансы на работе, мы все время говорим о своей работе. О чем же говорить, если не обо всем об этом? Существует так называемый small talk – это маленькая беседа, ее еще называют большим искусством маленькой беседы. И вот это как раз-таки тот высший пилотаж, достигая которого вы можете абсолютно комфортно общаться с людьми различных статусов, представителей различных национальностей, и вам всегда будет комфортно и всегда будет о чем поговорить. Вообще во время вот той самой маленькой беседы мы не только анализируем то, что говорит человек, а еще и то, как он это делает, как он движется. Мы анализируем его внешний вид, умение говорить, умение себя вести, его словарный запас, то, о чем он говорит. И это такой некий нюанс оценки того, кто вас слушает, и ваша возможность проявить себя во всей красе. Поэтому умение вести светскую беседу – это очень хорошее качество. И светская беседа на самом деле может быть использована и на работе, и как раз-таки вот эту ситуацию мне привел когда-то мой преподаватель, и я теперь ее привожу вам. Когда мы поднимаемся с нашим начальником, сталкиваясь в лифте, у нас есть несколько вариантов, о чем поговорить. Мы можем поздороваться и дальше молчать, создавая некую тяжелую, нависшую ситуацию, или же мы можем попросить поднять нам жалование, или же сделать замечание о погоде. Конечно же, в данной ситуации самым лучшим будет разговор ни о чем, то есть small talk – это разговор о погоде. То, что вы встретились со своим начальником, это не значит, что вы должны говорить с ним только о работе. Он тоже человек, он тоже ходит, посещает какие-то заведения, смотрит фильмы, читает книги, и вы можете обсуждать с ним все, что в рамках светской беседы, не касаясь вашей профессиональной деятельности. Как строить диалог? Если вот уж совсем, вот вы понимаете, что вы едете самостоятельно в какой-то новый город, на большую конференцию, вам придется общаться с большим количеством людей, возможно, посещать ужины или кофе-брейки, и вам нужно о чем-то говорить не на профессиональные темы. Вы вспоминаете некую Луизу Гатову, которая вам говорила о том, что так, политика не говорим, еда не говорим, здоровье не говорим, что же говорим? Вы в любом случае отправляетесь куда-то, и, встречаясь с человеком в одном пространстве, в данный момент времени вас объединяет с ним интерес к этому действию. Условно нас всех здесь объединил интерес к теме онкологии, к этой конференции. Поэтому нас всех объединил Петербург, Белые ночи, разводные мосты и так далее. То есть некий такой контент, историческая справка, некую информационная справка, которую мы можем собрать перед посещением какого-то мероприятия и говорить об этом. Ведь мы находимся в прекрасном городе с огромным историческим наследием, и мы можем поговорить об этом. Google или иной какой-нибудь информационный портал нам в помощь. Путешествие в метро, в такси, в общественном транспорте, в самолете дает нам возможность изучить этот вопрос максимально для того, чтобы нам всегда было о чем поговорить. Ведь все приехали сюда, значит всем интересно данное конкретное мероприятие. То есть если вы приходите на вручение премии, на день рождения, на гала-ужин, куда угодно, вы приходите в данное конкретное место и вы можете узнать о том, кому вручается данная премия, об истории этой премии, о том, кто ее основатель и какие великие люди ее получали. То есть любая информация, любой информационный контент, который вы можете собрать. Это как один из инструментов построения вот той самой светской беседы. Мы вспоминаем, что светская беседа должна быть исключительно позитивной, и все какие-то ремарки, замечания, какие-то негативные отзывы должны оставаться или внутри вас, или если вы все-таки хотите их высказать, то высказывать их исключительно близким людям, которых вы действительно хорошо знаете. Вы не критикуете организацию данного мероприятия людям мало знакомым, вы можете сказать ее только очень хорошо знакомым вам людям. Поэтому, если вы хотите что-то обсудить, то это обсуждение должно быть в позитивном ключе. Делаем комплименты месту, интерьеру, организации, мероприятию, самим организаторам, всему чему угодно. То есть все, что мы видим, мы можем обсуждать, но исключительно в позитивном ключе. Люди бывают разные, кому-то легче говорить, кому-то сложнее, кто-то строит очень быстро диалог, кому-то трудно найти общий язык. Поэтому, если вы являетесь тем, кому легко находить общие темы, дайте, направьте, скажем так, своего собеседника. То есть вы желательно как можно скорее найти общую тему. Безусловно, мероприятие, на котором вы встретились, и есть ваша общая тема. Начните с этого. Задавайте вашему собеседнику какие-нибудь вопросы, на которые он может ответить развернуто. Не просто да, нет, а что-то более глубокое. То есть спрашивайте что-то. Интересуйтесь хобби, увлечениями, возможно, там, книгами, фильмами, спортом, которым занимается ваш оппонент. Делайте ему комплименты. Но комплименты должны быть естественными. В этом вопросе главное не перестараться. Если уж вы видите, что у вашего оппонента помятое или спачканное платье, не стоит говорить о красоте его одежды. То есть комплименты должны быть настоящими. Мы можем, если уж совсем нечего сказать о каких-то внешних данных, а вообще лучший комплимент – это не внешности. И в деловой сфере лучше делать комплименты не внешности. Скажите о разносторонности, о степени профессионализма, о каком-то общем образе, то есть каких-то таких нюансах, которые не касаются внешних данных. Есть такие слова, которые могут сыграть вам не на пользу. Вернее, начало предложения – я знаю, я считаю, я думаю. Таким образом, следующее, что будет транслироваться после этой фразы, будет восприниматься как ваше личное мнение. И если человек будет с ним не согласен, он начнет с вами спорить или, возможно, оспаривать ваше мнение, если они у вас расходятся. Поэтому мы стараемся заменять эти начала предложения на подобные. Отдавайте ответственность за информацию кому-то третьему, кому-то совершенно другому, на кого невозможно обидеться, с кем невозможно поспорить, на какой-то другой источник информации. А вы как будто бы просто передаете ее. Я читал, я слышал, мне говорили, рассказывали в такой-то статье в интернете где-нибудь, я читал. То есть вам будет проще, если с данной информацией не будет согласен ваш собеседник, вам будет проще сказать, ну как бы я же за что купил, за то продал. Я услышал, с вами поделился. Не нравится? Все, на этом все. Комплименты. К сожалению, многие из нас не умеют их принимать. Делать умеют практически все, а вот с принятием комплиментов у многих проблемы. Попытаемся с этим справиться. Я думаю, что многие из вас встречались с подобными ситуациями, когда вам или кому-то делают комплимент, и человек начинает отнекиваться, говорит, да нет, что ты, да это я там еще не выспалась, не накрасилась, чего-нибудь там со мной не так. То есть мы начинаем оспаривать сказанные нам приятные слова. Тем самым мы как будто бы говорим нашему собеседнику, ты не прав, твои глаза тебя обманывают. Я не так хорошо выгляжу, как тебе кажется. Я ничего не похудела. Вообще ты не прав. Вот даже если вы понимаете, что комплимент не соответствует действительности, вы можете просто за него поблагодарить. Хотя бы за попытку сделать вам приятно. Потому что, по сути, комплимент – это построение некого мостика между вами и человеком, это сокращение дистанции, это снижение градусов встреч, это желание перевести встречу в более приятную. Поэтому, уж если вы видите, что человек старается, но пускай даже если он это делает очень криво и как-то вот у него это не очень получается, помогите ему. Просто поблагодарите. Все. Вот это будет самой лучшей реакцией, чем вы будете оспаривать и рассказывать, что на самом деле вы не такие прекрасные, как вам говорят, и, может быть, кто-то и не видел, что у вас там условно ноготь поломан. Но, сказав об этом, вы точно заострите на этом внимание. Поэтому только благодарность. Есть еще один вариант. Вернее, когда мы делаем комплименты, очень часто мы допускаем определенную ошибку, вставляя, особенно когда это комплименты внешности, вставляя туда слово «сегодня». Ты хорошо выглядишь сегодня. И вот тут существуют два варианта – когда эта формулировка уместна и когда она неуместна. Когда сегодня как-то очень сильно отличается от вашего вчера и завтра, условно, когда сегодня вам вручают какую-нибудь награду, или когда сегодня вы именинник, или когда сегодня вы готовились как-то к выступлению, или что-то, вот как вы выглядите особенно, тогда сегодня, конечно же, уместно. Но если это сегодня ничем не отличается от вашего вчера, вы в таком же деловом костюме или вы в таком же медицинской одежде, то есть вы в повседневном каком-то своем костюме, ничего не меняется, то сегодня, вчера и завтра будут примерно в одинаковом ключе. Тогда вот это слово лучше исключить. Для того, чтобы не делать данных ошибок, лучше вообще слово сегодня исключить из построения ваших комплиментов, когда вы их строите. Да, вот здесь проблема в слове сегодня. Существует вообще комплимент. Женя, как мы обсуждали комплимент? Это что? Комплимент – это прогиб, да? Так вот, комплимент на самом деле может быть еще и очень хорошим инструментом для достижения ваших целей. Комплиментом можно пользоваться как неким таким палочкой-выручалочкой, и вы можете отрицать комплимент. Существует, вернее, такой прием, как отрицание и переадресация сразу же. Это будет повышать статус собеседника, вы можете делать это осознанно, когда вам условно говорят, что ваше выступление сегодня было потрясающе, вы говорите, да нет, что вы это, вы блистали перед аудиторией, невозможно было вообще оторвать от вас внимание. То есть вы получили комплимент, сразу же от него отказались и сразу же его переадресовали. Не когда-нибудь потом, когда вы вспомнили, о боже, я сказала, нет, побежали-побежали его, значит, переадресовывать вашему собеседнику. Сразу же, если вы можете это сделать, делайте, и это действительно повышает, психологически повышает статус вашего собеседника. Да, то есть вот тут варианты. Есть еще такой вариант, его однажды, вернее, однажды мы обсуждали его с представителем юридической профессии, мужчина, юрист, приходя на встречу, получил комплимент от своего коллеги из другой организации. Мужчина ему сказал, то есть его коллега-юрист сказал ему о том, что он хорошо выглядит. Он говорит, ну вот вроде бы же, ну вот я не знаю, что на это ответить, как быть? И придумал, что вот я благодарю вас, я же шел к вам, поэтому я сегодня вот так хорошо выгляжу. Что тоже является повышением статуса вашего собеседника. Если вы понимаете, что сказать спасибо, вы тоже хороши, мягко говоря, не очень. Это такой пинг-понг, это неумение строить комплименты, и лучше так не отвечать. А вот сказать, что я сегодня хорош там или хороша, потому что готовился к свече с вами, будет и принятием комплимента, и благодарностью, и автоматическим повышением статуса вашего оппонента. В деловой сфере лучше делать комплименты не внешности, или же если вы все-таки выбираете какие-то визуальные аспекты, особенно, когда вы человека не знаете, и не знаете, какой он профессионал, не знаете, насколько он разносторонний, насколько он интересный, чем он увлекается, безусловно, первое, на что мы обращаем внимание, это внешность. Но тогда как-то раскрывайте мысль, если вы говорите о внешности, то ассоциируйте ее с чем-то. Если это мужчина, и вы хотите сказать, что на нем особенно элегантный костюм, скажите ему о том, что он выглядит в нем максимально профессионально. Если вы делаете какие-то комплименты речи, немножечко расширьте, то есть свой комплимент немного расширьте, для того, чтобы он не был похож на шаблонные фразы. Вот, да, об этом мы поговорили, о том, что комплименты желательно делать не внешности, а тем чертам, которые отражают человека и отличают его от всех. Если же это все-таки какие-то визуальные данные, можно сказать об образе в целом, о манере двигаться, о манере говорить, это, по крайней мере, то, что точно так же, как и внешность, видно сразу. Это некая памятка. На какие темы лучше всего делать комплименты мужчинам и женщинам? Безусловно, всем дамам, ну, наверное, большинству дам, приятно слышать комплименты внешности, вкусу, фигуре. Если это дама в возрасте, то ее моложавости, свежести, стилю, образу. Ну, конечно же, ну, куда от этого деться? Комплименты мужчинам – это более глубокие какие-то фразы, это характер, достижения, деловые качества. Если это комплименты внешности мужчины, то они, как мы уже обсудили ранее, желательно, чтобы были чуть более развернутыми. Это тоже было. Существует еще такая штука, как авансовый комплимент. Это также повышает статус собеседника, когда вы наверняка не знаете то, о чем говорите, но предполагаете. Например, я знаю, что ты сделаешь эту работу лучше всех. Вы, во-первых, говорите человеку приятно, во-вторых, вы обязываете его делать относительно вас, как минимум, свою работу лучше. Судя по вашей пунктуальности, я с уверенностью могу сказать, что вы профессионал своего дела. И, возможно, это первый раз, когда он не опоздал. Может быть, это вообще случайность, может быть, опоздание для этого человека норма. Но, отметив его пунктуальность, вы обязываете каждый раз на встречу с вами, ну, хотя бы стараться приходить вовремя. Все действия происходят ради экономии времени. Мы поговорим сейчас о том, что нюансы с ухаживаниями, с проявлением внимания по отношению в основном к дамам, которые дамы получают в светской жизни, в повседневной жизни, в деловой сфере не работают. Поэтому в лифт входит тот, кто находится ближе к двери. Мы не вспоминаем градацию статусов и не пропускаем. Первым так сначала проходит начальник, потом зам начальника, потом второй зам и так далее, и так далее. И так далее возле лифта происходит невероятное столпотворение, и никто никуда не успевает. Все ради экономии времени. Дверь открывает тот, кто ближе к двери. Если вы встречающая сторона, существует протокол встречи гостя. И там уже необходимо использовать вот эти вот нюансы ухаживания. Вы как хозяин территории должны ухаживать за своим гостем. Поэтому вы входите и выходите из лифта первыми для того, чтобы провожать за собой своего гостя. Вы идете по коридорам первым для того, чтобы сзади не говорить. Ему так сейчас направо, налево, на лестницу, чтобы не руководить им сзади. Вы провожаете его за собой, чтобы его прохождение по вашей территории было максимально комфортно. Мы стараемся соблюдать правила правой руки для того, чтобы открывать двери, то есть помогать человеку открывать перед ним двери, чтобы не пересекать его пространство. Если вам необходимо как-то его обойти, желательно делать это сзади для того, чтобы он на вас не наступил, не пересекать его траектории, его движения. Когда у нас ситуация с дверями, если вы провожаете гостя, то мы ухаживаем за ним как за дамой, то есть мы открываем ему двери. Если дверь открывается от себя, то вы проходите, ее открываете. Если дверь открывается на себя, вы открываете и пропускаете вперед человека. Если это крутящиеся двери, то вы проходите впереди для того, чтобы за собой проводить вашего гостя. Точно так же у нас лестницы, лифты, эскалаторы. Вы всегда и вверх, и вниз идете первыми. У нас существует правило рассадки в деловом автомобиле. Если вы встречаете в аэропорту или из точки А в точку Б вам необходимо доставить человека, то в зависимости от его статуса мы выбираем наиболее удобное для него место. И самым престижным, почетным является место сзади по диагонали от водителя. И далее в соответствии с цифрами мы можем располагать людей. Конечно, желательно второй не пользоваться рассадкой. Трое человек сзади – это некомфортно. И если у вас есть необходимость доставить в одно место больше, чем троих, желательно заказать дополнительный, подумать о дополнительном автомобиле. Деловые подарки – это важный аспект деловой коммуникации. Вообще деловой подарок – это способ напомнить о себе, это знак внимания, уважения, это проявление добрых намерений и ваша заинтересованность в дальнейшем приятном, качественном контакте с тем, кому вы отправляете подарок. Это, возможно, благодарность за сотрудничество, может быть, это благодарность за хорошо проведенную встречу, презентацию, все что угодно. Подарок – это ваш знак внимания. И подарки возможны по различным поводам. Это общепринятые праздники, такие как Новый год, 8 марта, 23 февраля, то, что отмечается во всей стране. Если это подарок зарубежным гостям или зарубежным партнерам, необходимо как-то себе пометить их общепринятые праздники, потому как они у нас очень часто расходятся. Существуют личные поводы, такие как день рождения, свадьба, рождение детей. И поводы профессиональные – это получение каких-то премий, наград, повышений. И все эти поводы могут сопровождаться от вас подарком тому, кому вы хотите его отправить. Существует вариант подарка – это деловой букет. Его можно дарить как женщинам, так и мужчинам. Женские букеты считаются, составление женских букетов считается более свободным таким, они могут быть более размашистые. Мужские букеты более лаконичные. Если вам дарят букет, если у вас есть свое рабочее место, не стоит, если у вас условно день рождения, вы приходите в день рождения на работу и получаете большое количество цветов, не стоит загромождать ими свой стол, устраивать из него розари или оранжерею, потому как к вам все равно будут приходить помимо поздравляющих еще и ваши коллеги и решать какие-то деловые вопросы. И чтобы все-таки рабочее место было рабочим, желательно отставлять свои букеты, подаренные вам куда-то на подоконник, на шкаф, тумбу, куда-нибудь в другое место. Всегда деловой букет или деловой подарок сопровождает открытка, в которой вы пишете от кого, кому и по какому поводу, собственно, данное дарение происходит. Когда вы планируете подарки, у многих организаций есть целый список тех, кого необходимо поздравлять, лучше заранее собирать информацию о людях, которых вы планируете поздравить, потому как у всех есть свои нюансы с аллергии, какие-то предпочтения по продуктам, если это продуктовые какие-то корзины, если это алкоголь, то есть вы все равно примерно понимаете, что мы не можем унифицировать подарок и дарить всем одно и то же. Если это не ваша брендированная продукция, какие-то блокноты или что-то с лейблом вашей компании, а что-то более личное, то лучше бы, чтобы оно соответствовало пожеланиям или предпочтениям данного человека. Для этого существует список тех, кого вам нужно поздравить, с какими-то пометками о нюансах каждого человека. Взаимодействие между коллегами или представителями различных профессий или одной профессий в деловой сфере может происходить не только на конференциях или внутри вашего рабочего места. Вы можете выезжать в ресторан, куда-то в театр провожать своих гостей, возможно, устраивать какие-то галоужины или что-то подобное. И различное время года нам, возможно, необходимо пользоваться гардеробами. И вот как взаимодействовать там, точно так же рекламентирует правила делового этикета. Мы вспоминаем, что все делается ради экономии времени, и в деловом этикете нет различия между женщинами и мужчинами. Мы можем при необходимости помочь друг другу снять пальто вне зависимости или надеть пальто вне зависимости от гендерного равенства. Но есть такой нюанс, что мужчины, как представители своей семьи, как воспитанные, интеллигентные люди, всегда могут помочь своим коллегам, женщинам. Но женщины, как профессионалы своего дела, как те, кто знают правила делового этикета, не могут ждать этого от своих коллег-мужчин и обижаться, если они этого не делают. Поэтому в данной ситуации у мужчин больше возможностей, чем у нас женщин. Точно так же в ресторанах за вами может ухаживать ваш коллега-мужчина, подвинуть вам стул или помочь присесть или выйти из-за стола, но ждать вы от него этого не можете, потому как мы все в деловой сфере не имеем гендерного различия. Оплачивает трапезу или встречу тот, кто на нее пригласил, или каждый сам за себя, если это обоюдовыгодная, скажем так, встреча. Если же вы являетесь инициатором, то вы обязаны закрыть счет. Кофе-брейк и всевозможные деловые трапезы, особенно когда это ресторан и это полноценные блюда, регламентируют общение во время еды на светские темы. Вспоминаем вон те самые правила small talk и говорим об этом. Мы не переходим к разговору о делах до того момента, пока все не съедено, не принесли условно чай, кофе или какой-то завершающий напиток, когда уже действительно мозг готов воспринимать информацию, потому как во время еды продуктивного обсуждения деловых нюансов не получится. Поэтому во время еды мы ведем с вами светскую беседу, вспоминая вот все то, что мы обсуждали ранее. Во время конференции, каких-то встреч или форумов, кофе-брейк создан не для того, чтобы поесть или выпить, для того, чтобы пообщаться в более приятной, в более легкой атмосфере, нежели чем мы с вами сидим в зале, слушаем лекторов, у нас нет возможности познакомиться, узнать друг о друге, о том, где каждый из нас работает, чем занимается, нет возможности обменяться контактами, поэтому кофе-брейк – это как раз-таки для знакомства. У нас есть правила поведения на фуршетных зонах, к сожалению, очень часто они нарушаются, и для того, чтобы максимальное количество людей знали эти нюансы, мы чуть-чуть коснемся этого. Если у вас есть две зоны, такая как велкам и основной зал, особенно это касается гала-ужинов, когда нас встречают бокалом шампанского или иного напитка, и затем у нас есть зал с рассадкой, мы свои бокалы из вот этой велкам-зоны в основной зал никогда не переносим, там есть свое стекло, есть свои приборы, которые уже накрыты для вас, вас ждут и использованы с велкам-стакан, или бокалы, чашки, все что угодно, там и остаются. Мы никогда не ухаживаем ни за кем, то есть мы берем бокал или напиток, или какую-то фуршетную тарелку только себе. Вы можете помочь человеку старшему по статусу или очень сильно старшему по возрасту, если это деловая ситуация, если это светская ситуация, то мужчина может помочь даме. И фотографии на пресс-вол, это те официальные фото, которые с лейблами компании, с логотипом мероприятия, с едой и напитками считаются мавитоном, потому как эти фото попадают не только в наши сторис, но еще и в официальные какие-то публикации, в журналы, в официальные блоги, и фотографии с едой там или с напитками неприемлемо. Особенно, когда это вот такие вот бокалы и чашки, на которых отпечаталась губная помада. Благо сегодня косметические средства таковы, что мы можем в любой ценовой категории приобрести себе стойкую помаду, поэтому дамы хуже, чем вот эта. Ну, наверное, я даже не знаю, что может быть. Даже порванный чулок не так печально смотрится, как отпечаток от помады. Поэтому, если ваша помада нестойкая, используйте трубочки или же отправляйтесь в уборную и промокните губы там, для того, чтобы не оставлять вот таких отпечатков. Особенно, когда это длительный вечер, и вам официант пополняет один и тот же бокал, на нем потом образуется некая такая ромашка из помады, мы периодически его подкручиваем, это все продолжает отпечатываться, в итоге выглядит крайне неэстетично. Если вы попадаете за фуршетный стол, мы все-таки соблюдаем правила товарного соседства на тарелке, к нему можно подходить неограниченное количество раз. Не обязательно мясо, рыбу, оливье и сверху пироженку укладывать на одну тарелку. Мы хотите попробовать несколько блюд, вы можете несколько раз подойти, главное каждый раз подходить с чистой тарелкой. Если вы подходите за вот эти высокие фуршетные столы или садитесь за стол с людьми незнакомыми вас, но тем не менее вы едите, и ваш сосед ест или пьет, вы попадаете на трапезу с незнакомым вам человеком, желательно его поприветствовать, вы можете не представляться, вы можете не знакомиться, вы можете просто поговорить на свободную тему или хотя бы поприветствовать человека, который сидит рядом с вами, и вы вместе едите, ибо еда это такой достаточно интимный момент, и все равно даже где-то в ресторане мы же не садимся за стол с незнакомыми людьми, поэтому это менее комфортная ситуация, чем просто нахождение рядом с друг другом. Для того, чтобы сделать, снизить немножечко градус важности, мы можем просто поприветствовать человека, который сидит с нами рядом. Если у нас мероприятие с рассадкой и стоят кувертные карточки, вот эти вот с нашими именами и фамилиями, или если же где-то есть схема рассадки за столы, мы самостоятельно не имеем права пересаживаться, потому как человек, который планировал эту рассадку, сделал это по какому-то принципу, он чем-то руководствовался, когда сажал нас рядом друг с другом, возможно, он понимал, что мы можем быть друг другу полезны, что от нашего знакомства за столом потом может возникнуть какое-то эффективное взаимодействие, поэтому самостоятельно пересаживаться мы не имеем права. Мы стараемся не то, чтобы не садиться за стол, но хотя бы не начинать трапезу до того, пока это не сделает условно хозяин мероприятия или тот, кто это мероприятие ведет, потому как, попадая в основной зал, очень часто люди из welcome зоны начинают садиться за столы, сразу какие-то закуски, это вот активная еда, потом появляется или хозяин вечеринки, или организатор, или тот человек, который организовал все это, начинает говорить, все уже жуют, у всех уже все хорошо, уже совершенно не важно, о чем он говорит, поэтому для того, чтобы проявить уважение к организатору, хотя бы к трапезе мы не приступаем до того, пока не пройдет официальная, то есть такая начальная часть мероприятия. Все, на этом все. Спасибо вам большое. Я буду очень рада ответить на вопросы, если они есть. Тут так жарко, мне кажется, уже все. В частности, моменты опоздания, можно ли их использовать как инструменты управления? Это игра в банк, мы об этом говорили, что если вы все-таки хотите, если вы осознанно хотите понизить статус своего оппонента, вы можете опоздать, но если вы опоздаете и ваш оппонент не захочет, чтобы его статус был понижен, он может удалиться, тем самым понизить ваш статус. Все. Еще. Все. Да? Еще. Спасибо большое за очень интересную презентацию. Вопрос такой же теськи. Вот такая ситуация. Я, предположим, стоит группа руководителей лечебно-профилактических учреждений выше меня по статусу. Я простой врач, предположим. Мне нужно обязательно к ним подойти и с одним из главных врачей переговорить. Вот какие мои действия? Вы здоровы? Как мне это? Они стоят вот так вот кружком, они стоят ко мне спиной, вот такая самая критичная ситуация. Вам нужно внедриться. Да, как мне проникнуть в эту талфу? Вы можете подойти, вам обязательно подойти, поздороваться со всеми, обязательно представиться, и у группы данных, общающихся между собой руководители, уточнить, можете ли вы попросить отойти вместе с тем, кто вам интересен или кто вам нужен. Но обязательно вам нужно первоначально поздороваться и представиться всем не только по имени, отчеству, но и сказать, откуда вы, чем вы занимаетесь. То есть я там условно врач такой-то, такой-то, там-то работаю. Мне очень нужно решить несколько профессиональных моментов с данным конкретным человеком, могу ли я его отвлечь от вашей беседы или уместно будет подойти позже. Спасибо за хорошую презентацию. Вроде все элементарно, но я для себя очень много получил. Я доктор из Казахстана, тоже ситуация. На приеме пациентка, дочка приходит и записывает на этот смартфон. Как бы вы поступили? Она не имеет права этого делать, вернее, не то, чтобы не имеет права, она должна спросить у вас разрешение. Если вы не хотите, чтобы это происходило, вы абсолютно спокойно можете об этом сказать, потому как этикет не только предусматривает комфортное взаимоотношение с людьми, но и отсутствие нарушения вашего личного пространства. И если вам это некомфортно, вы можете спокойно, вежливо сказать ей о том, что вы не приемлете аудио-видеозапись. Это допустимо, это в рамках делового взаимоотношения. И правового, кстати, тем более, да. И правового тоже. Что? Имеет право записывать? Без согласия нет? Уважаемые коллеги, то есть я общалась непосредственно с юристами. Одни юристы говорили вот совершенно так, что мы должны сказать, как врачи, что, пожалуйста, я против того, что вы записываете. И тогда вроде как они не имеют эту запись права использовать, ну, как сказать, уже в юридических аспектах. Но они, как объясняют это, они могут записывать для себя. Вот такой момент. То есть больной может для себя записывать, но использовать вот эту запись где-то не имеет. То есть он записывает это вот для себя. Это юридически? Это обосновано юридически. Вот такие вот тонкие нюансы. То есть мы, как всегда, неправы, как врачи во всем. То есть нас могут везде что-то делать, записывать. Понятно. Ну да, наверное, это такой вопрос больше у юристов. Надо уточнять, насколько кто действительно имеет право. Продолжение следует...